Во дворце спорта «Триумф» подвели спортивные итоги уходящего года. Героев спорта и тренеров, воспитывающих настоящих чемпионов, поздравил глава городского округа Владимир Ружицкий. Подробнее в нашем следующем сюжете. Желаю, чтобы ваши подопечные спортсмены, ваши ученики получали медали с самой высокой пропы и выходили на самый высокий уровень. 76 спортивных организаций округа культивируют 80 видов спорта. 22 из них – олимпийские. За 12 месяцев в Люберцах состоялось около 300 спортивных мероприятий. В них поучаствовали более 32 тысяч человек. Любители спортивных мероприятий являются не только их постоянными участниками, но и призерами и победителями чемпионатов различных уровней. Отмечаем наших спортсменов, которые вошли в состав сборной команды России, которые были победителями Европы, призерами международных соревнований. Спортсмены у нас хорошо тренировались. У нас есть медали на первенстве чемпионата России, на всероссийских соревнованиях. Хорошо выступили на Кубке России. Наши спортсмены могли завоевать намного больше наград. Но из-за пандемии коронавируса в этом году снова были отменены многие международные соревнования. 16-летней воспитанницы Люберецкой спортивной школы Олимпийского резерва Лидии Соколовой нынешний год принес сразу несколько знаковых наград. Я стала третьей на первенстве Европы, второй на первенстве России юношеском и третий на чемпионате России. По итогам года Лидию по праву признали лучшей спортсменкой городского округа Люберцы. За вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Люберецкого округа руководитель спорткомитета наградил команду ЛРТ. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.